А сейчас я поржу, мы про Китай говорим. Так вот, Пекин это у нас, во всем мире это Бэйджин. Теперь машина Донг Фэнк. Это не по-китайски, по-китайски это Джанчжоу. Ну раз это Донг Фэнк Джанчжоу, то она комплектуется двигателями Камминс. А об чём мы говорим, об консолидации. То есть Донг Фэнк Джанчжоу родилась в Китае в 2003 году. Ну в общем-то не самая крутая марка, но она родилась вместе с Ниссаном. А это конечно не Форд, а не Мерседес, но имеет свой вес. И за короткий промежуток времени и благодаря Китаю она стала весьма популярной. Данный конкретно агрегат это не что иное, как Ниссан Атлас. Причём из старых вариантов. И как он работает, и вы знаете, Ниссаны. Пока их не размещелить в говно, они будут ездить. Сам проверил. Купил авинир за 70 тысяч, так он и без первой работает. Круче конечно Тойота. Но правило, купил Ниссан и бурдыхайся сам не работает. Без тараканов и косяков такая машина прослужит долго. Жалко конечно, что хозяева это не понимают. И сейчас и вообще при покупке китайской техники её ломают с безумством. А зачем? Машина рабочая, любите и живите. Нет, хотят пиндосов. Но простите, у безбашенных водятлов и Америкос ходит мало. Так что господа, нормальный Ниссан сделанный в Китае. К слову про Китай. Там и Тойота Краун в левом руле есть. И не надо слюнявить Китай. На него равняться надо. Данная конкретная комплектация предназначена для перевозки мебели. Фургон, знаете ли. Но есть и вариант более, скажем так, утилитарный. Открытая платформа, например. Сколько стоит такой автомобильчик? Ну такой автомобильчик стоит всего ничего. От 480 до 520 тысяч рублей. Является прямым конкурентом, ну вот такому чуду как Валдай. Но у чуда как Валдай пневматических тормозов-то нету. Они здесь стоят, еще и давление показано. И внутри-то все по-серьезному. Чувствуется чья-то, похоже, японская рука дизайнера. Мы, кстати, едем. Вот сейчас на скорости примерно 40 км в час. А обороты совсем низкие. Это дизель. Внутреннее оснащение. Ну внутреннее оснащение, это, конечно же, гидроусилитель. Как без этого. Это трехместный салон. И я думаю, что даже если вы поедете один, здесь можно спокойно и поспать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова